В России отметили последний день Масленицы, символический финал долгой зимы. По традиции по всей стране прошли массовые гуляния с плясками, хороводами, конкурсами. Древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней, отмечается в течение недели перед Великим постом. Каждый день Масленицы имеет свое название и традиции. В понедельник встреча. В этот день брали соломенное чучело Масленицу и ходили с ним по деревне. Также первым дню сооружались общественные горки, качели, балаганы для скоморохов, столы со сладкими явствами. Во вторник заигрыш с утра девицы и парни устраивали катание на санях. Катались дети и взрослые, не только на обычных санках, но и на чугунках, на козликах или коньках. В народе говорили, кто дальше всех с горки скатится, у того в доме лен будет длинный и масло хорошо будет сбиваться. На лакомку, то есть в среду масленичной недели, лакомились блинами и другими явствами. Блины пеклись с бесконечным разнообразием. Пшеничные, ячневые, овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста. Народ говаривал, блин не клин, брюхо не распорят. В лакомку варили разные напитки. Пиво, сусло, сбитень, брашко с ягодами, с мороженой, с черникой, с брусникой, с калиной. Все, что росло, все шло. Значит, в эти напитки на столе были обязательно пироги. Творожники, калитки, калачи. Чи, всевозможные, такое обрядовое печенье, как орешки. Сейчас почему-то забыто, что это печенье относится именно к масленице, причем к лакомке. Четвертый день масленицы, широкий четверг, или как его еще называли, разгул-перелом. Гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки, а еще устраивали кулачки, то есть кулачные бои. Бились сам на себя или стенка на стенку. Пятый день масленицы, тещины вечерки. Гостевой день. Говаривали, хоть тещины блинки сладки, да тещ угощает на масленицу зятьки. На тещины вечерки зятья угощает своих тещ блинами. А в субботу на Золовкиной посиделке устраивали девичник. Все как сейчас, поболтать, мужчинам косточки перемыть. Мало кто знает, что на масленицу еще и гадали. Брали тарелочку с водой, а под тарелочкой записочки клали. Берем свечку. Льем воск. Куда воск причалит, оттуда и записочку достаем. Так, посмотрим, кто у Любы. Женихом будет. Расслабо, вкусно. А еще гадали на блинах. Брали блины, наполняли разной начинкой, вареньем, медом, разными пряностями и сворачивали трубочками. Затем девушки закрывали глаза и вытягивали блин. Кому досталась сладкая начинка, например, варенье или джем, того ждет удачный, безбедный и денежный год. Кто выбрал острую начинку, например, маринованные грибы или перец, у того впереди страстная любовь. Ну а пресная начинка, например, творог, стабильность и отсутствие в жизни серьезных изменений. А кто монетку доставал, того год безбедный ждал. А еще незамужние девушки на Масленицу ставили блины под кровать и при этом приговаривали. Суженый мой ряженый, приходи ко мне ночью, блины есть. И суженый обязательно во сне являлся. Седьмой день Масленицы, прощенное воскресенье, проводы или целовник. В этот день на Руси все от мала до велика просили друг у друга прощения. Также в последний день Масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с сожжением чучела. Сожгли чучело Масленицы и на главной площади Наринмара. В самом сердце города проводить зиму пришли более тысячи гостей. Их ждали песни, пляски, хороводы, спортивные состязания и народные конкурсы. Здравствуйте! Здравствуйте! Одно из самых популярных забав на широкой Масленице – взятие столба. Зрелище не для слабонервных. Ведь по абсолютно гладкому обледенелому столбу, чтобы сорвать ленточку, нужно было проползти более 8 метров. Преодолеть такое испытание смогли самые отважные и ловкие. Среди них Дмитрий Ветрук. Было тяжело наверху, очень тяжело. А страшно? Не, не страшно. Не страшно? Там об этом не думаешь. В прошлом году только один раз получилось. Я вот в этом году решил тоже попробовать. И получилось. Получилось пройти гостя Масленицы и другие испытания. Такие, как перетягивание каната, забег в мешках, снежный тир и другие исконно русские состязания. Народный колорит праздника создавал и огромный стол с русским самоваром и блинами, рядом с которым можно было сфотографироваться. А вот самовары уже сфотографировались, актракционы посмотрели. И как здесь уже Алексеечку посмотрели. Очень все очень интересно. Молодцы. Праздник хороший, радует. Здравствуйте. Как у вас настроение? Отличное. Почему? Отличное. Собрались с ней семьей. Думаю, все успели посмотреть. Уже кругу по третьим уходим. В этот день что пожелать, Алексеевич? Всех прощения раз получается. Всех прощения, любви, терпения. Отличное. Да. А почему? Масленица. Потому что это мой веселый праздник. Прекрасное, радостное, счастливое. А почему? Потому что праздник большой, потому что народу много, потому что возвращаются традиции наши. Это очень здорово. Традиции действительно возрождаются. Каждый год в Масленицу проходит еще один конкурс «Веселые сани», который собирает сотни зрителей. Его участники не просто готовят оригинальное санное устройство, но еще демонстрируют его ходовые качества, скатившись с горы. Но не все участники конкурса «Веселые сани-2017» приплыли на корабле. Кто-то приехал на тяжелой технике. Этот «КамАЗ» едва можно было отличить от настоящего. На его изготовление, по словам хозяина транспортного средства, ушло три дня. Мы хотели самолет сначала, а потом передумали, решили «КамАЗ». Лыжи и фанера. А какие-то специальные лыжи? Обычные лыжи. А лыжи, кто помогал вам делать? Вместе с любимой тещей. Еще одни участники креативного состязания прилетели. Причем не на трехмоторном самолете, а на трехголовом сказочном герое «Змей Горыныча». В этом году фантазия мастеров санных устройств поразила всех зрителей. Здесь были и сани-валенки, котлы, пушки. Такое совместное творчество детей и их родителей оценило компетентное жюри. Все участники конкурса получили подарки. Главный приз достался саням под названием «КамАЗ Северный путь». Кульминацией праздника по народной традиции стало сжигание чучела. Чучело сгорело за считанные секунды. А это, согласно народной примете, означает, что весна придет быстро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...